Да, Хидарейн! Учим новые фразы и сегодня узнаем, как высказать свою точку зрения и какие выражения лучше для этого использовать. Je standpunt vermelden – высказать свою точку зрения. Я имею в виду что? Я думаю что? Я сообщаю что? И дальше следует предаточное предложение, то есть глагол нужно поставить в конце. Я имею в виду, что все сделано. Как мы видим, глагол стоит в конце. На мой взгляд, мое мнение. И дальше следует инверсия, то есть сначала будет идти глагол, а потом существительное. На мой взгляд, ты не должен этого делать. Как мы видим, глагол «мут» идет сначала, а потом существительное «je». Моё личное мнение «что?» И дальше следует предаточное предложение. Глагол будет стоять в конце. Моё личное мнение «что?» Мы должны этот заказ аннулировать. Как мы видим, глагол стоит в конце. В данном случае два. «Мутен аннулировен». Я убежден в том «что?» И дальше следует предаточное предложение. Глагол будет стоять в конце. Я убежден в том, что мы должны быть на этой встрече. Глагол «мутен» и «зайн» стоит в конце. В моих глазах. На мой взгляд. И дальше следует инверсия, то есть сначала будет идти глагол, а потом существительное. «На мой взгляд, он не должен приходить». Как мы видим, глагол «мут» идет сначала, а потом существительное «he». Я константирую «что?» Я хочу отметить «что?» И дальше следует предаточное предложение. Глагол будет стоять в конце. «Хочу отметить, что он свою работу сделал хорошо». «Я буду краток». «Это же ясно, что?» И дальше следует предаточное предложение. Глагол будет стоять в конце. «Это же ясно, что он лжет». Для начала я хочу сообщить «что?» И дальше следует предаточное предложение. Глагол будет стоять в конце. «Прежде всего, я хочу сообщить, что мы перенесем нашу встречу». «Я должен честно сказать, что?» И дальше следует предаточное предложение. Глагол будет стоять в конце. «Я должен честно сказать, что ситуация сложная». Как мы видим, глагол «ис» стоит в конце предложения. Учите понравившиеся вам фразы «Беданг дать ю кейк, то дзинц».